Добрый вечер в прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня 21 августа понедельник. О последствиях воскресного ливня, а также о событиях сегодняшнего дня расскажем прямо сейчас. В Красноярске за сутки выпала осадка в больше полутора месячной нормы. Сейчас все службы приводят город в порядок. Что уже сделано и что еще предстоит? Где большой объем работ, это займет текущую неделю. Где-то в основном мы сделаем эти работы за два дня. Синоптики объяснили, почему они не смогли предсказать продолжительный ливень в Красноярске. Какой, по их данным, будет погода на этой неделе? За вчерашние сутки, 24 часа выпало, 94 миллиметра осадков. Исторический максимум суточных осадков в городе также был в 69-м году, 96. На Таймыре начинаются масштабные военные учения. В Дудинку уже прибыли корабли Северного флота России. Как там встречали моряков? В Минусинске прошел день помидора. Удалось ли огородникам побить прошлогодний рекорд по весу томата? И какой приз получил победитель? Приучили нас родители и тренера к труду, поэтому высаживаем мы в этом году более 200 кустов. Последствия проливного дождя в Красноярске и близлежащих районах стали главной темой сегодняшнего оперативного совещания у губернатора Виктора Толоконского. Как сообщил глава Красноярска Эдхам Акбулатов, только за ночь и утро воскресенья выпало 44 миллиметра осадков, а всего за прошедшие сутки 113 миллиметров. Это больше полутора месячной нормы. От жителей города поступило более 12 тысяч обращений. Почти две сотни многоквартирных домов пострадали от подтоплений. В них залило чердаки, верхние этажи, подвалы. В части здания отключилось электричество. Из соображений безопасности пришлось полностью прекратить движение электротранспорта. Часть автобусов изменили маршруты из-за затоплений. На некоторых улицах образовались провалы, либо наносы гравия со склонов. Оказались подтоплены 24 детских сада и 11 школ. Коммунальные службы круглосуточно боролись с последствиями стихии. Также Эдхам Акбулатов отметил, что оперативный штаб продолжает работу. Сейчас делается упор на помощь жителям частного сектора, чьи дома оказались залиты. Прием заявления начался с сегодняшнего дня. В рамках программы оказания помощи людям по трудной жизненной ситуации объем средств, который будет выделен на семью, будет составлять до 20 тысяч рублей. В связи с утратой частичной либо полной имущества, будем выплачивать от 25 до 50 тысяч рублей на одного члена семьи по заявлениям и с последующим комиссионным рассмотрением. Да, потребуется сейчас еще достаточно большая работа по восстановлению дорожных покрытий. Думаю, что большую работу будут проводить еще энергетики города, чтобы все просушить и привести все в порядок. Управляющие компании по жилищному фонду многоквартирных домов должна быть оказана в кратчайшие сроки, буквально возьмите там 2-3 дня на оказание материальной помощи пострадавшим гражданам. Еще одной важной темой совещания стало возведение жилья для погорельцев. Министр строительства и ЖКХ окрая Николай Глушков сообщил, что в Каннске работы идут в соответствии с графиком. Никаких опасений по срокам нет. В поселке Стрелка сейчас на этапе кладки находятся 34 дома из 41. Коробки некоторых зданий полностью закончены. К среде возводить начнут уже все дома. Кроме того, на этой неделе на площадку приедут еще 25 рабочих. Напомню, губернатор дал поручение завершить строительство жилья для погорельцев к 15 сентября. Назначен министр экологии и рационального природопользования края. Им стал Владимир Часовитин. Губернатор Виктор Толоконский официально представил главу нового ведомства на аппаратном совещании. С 1993 года Владимир Часовитин работал в прокуратуре Красноярска. В 2007 занял должность прокурора краевого центра. Также занимал посты первого заместителя главы Красноярска, начальника контрольного управления губернатора и руководителя агентства госзаказа. Виктор Толоконский отметил, в сфере экологии и природопользования необходимо как можно скорее принимать жесткие эффективные решения. И поэтому времени на раскачку у нового руководителя нет. И возвращаемся к теме подтоплений, произошедших накануне в Красноярске. Водой залило десятки частных домов и участков. Больше всего досталось жителям Николаевки. Специализированные службы там и сегодня продолжали откачивать воду. Сергей Сеславин расскажет подробнее. Из-за обильных осадков, обрушившихся на Красноярск в воскресенье, очень сильно пострадал частный жилой сектор. К примеру, здесь, на улице Куйбышева, по словам местных жителей, уровень воды в домах достигал одного метра. Все в воде. Холодильник в воде, плита, машинка стиральная, диван. Практически стены на диван. Стены, я не знаю, что тут, гипсокартон, как они себя поведут, они уже все начинают. Валентина Куприянова говорит, так сильно их никогда не топило. Семья живет здесь 30 лет, видели всякое. Заливала улицу и огород, бывало, даже крыльцо подмывала. Но на этот раз стихия буквально ворвалась в дом. Вот на второй этаж поднялись, ребятишек всех порастолкали по родственникам. Ну, администрация приехала, правда, сразу предложили там покушать, переночевать, если хотите. Но я отказалась, куда я поеду. А потом уже они сказали, подгонят или помпу, я не разбираюсь в этом. Но долго не было. То там откачивали возле линии, то там откачивали. Ну, короче, я долго и упорно ждала. Ну, в два часа, в третьем, в начале третьего ночи, все тут откачали. На огородах погиб весь урожай. Бессонную ночь в своих домах провели многие соседи. Помогали откачивать воду, пытались привести жилье в порядок, насколько это было возможно. От воды повело деревянную мебель, дверные проемы. На полу лежит слой грязи. Вот все, что было в доме на 50 сантиметров, это все затоплено. У нас новый гарнитур еще недели нет. Только заказала. Он весь размок, он весь разбух. Холодильник полностью, вот все ящики, все. Морозилка, стиральная машина, то есть все, что можно. Вода начала уходить, это, сейчас скажу, где-то часов в 9. В 9 мы уже могли сюда в дом подняться и расти. А как ночевали вот эту ночь? Где? Дома уже? Да, да, дома ночевали. Ну, а куда нам? Нам некуда. Тех, чьи дома залило под самую крышу, расселили в санатории лесной. Там решили разместиться всего трое человек, две женщины и пожилой мужчина. Им предоставили отдельные комнаты, обеспечили бельем и питанием. Ну, вот здесь вам как? Ну, здесь-то хорошо, здесь сухо, тепло, кормят все эти. Ну, и что, день, может, два, сойдет вода, съездим туда, посмотрим, что там это. Вчера приезжали здесь администрация железнодорожного района, Роспотребнадзор интересовался судьбой и питанием наших гостей. И администрация города заинтересована в их пребывании здесь и обслуживании. Поэтому наше дело просто качественно выполнить свои обязанности. Весь день в пострадавших от наводнения дворах работали представители различных городских и спецслужб. Людям обещали дать денежные компенсации, а также провести дезинфекцию участков и обеззаразить скважины и септики. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Новости. На проблемных участках городских улиц сегодня побывали губернатор Виктор Толоконский и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Они проверили, как идут восстановительные работы и как это влияет на жизнь горожан. Алина Штоколова с подробностями. Красноярск продолжает бороться с последствиями стихии. Например, здесь, на проспекте Котельникова вода вчера унесла тонны грунтов вместе с асфальтом. Канализационный колодец и столб освещения выстояли только чудом. И сейчас специалисты работают на месте, чтобы сделать этот участок безопасным для людей. Опасный участок перекрыли. Под достатками асфальта пустота, а опора освещения держится на честном слове. Провода обесточены, но на жизнь людей это не влияет. Эти коммуникации обеспечивают только освещение магистрали и интернет. Рабочим нужно перенести этот столб, восстановить грунт и провал на дороге. Сняли провода, переставим эту опору в безопасное место на время проведения работ по восстановлению грунта. Обеспечим включение освещения в вечернее время, а в последствии, когда уже будет восстановлено место установки, вернем опору обратно. Самых опасных мест в городе насчитали около десятка. Так, грунт с горы сошел на Брянску. Вчера на этом участке даже перекрывали движение. Чтобы остановить воду, наверху на улице Заречная экстренно соорудили заграждение из камней. Теперь нужно восстановить все, что повредила стихия. Опору ЛЭП, вставшую на пути потока, необходимо укрепить. А из всей сложившейся ситуации сделать выводы. Я не исключаю, что надо ставить вопрос о пересмотре строительных норм и правил в отношении проектирования ливневок в таких городах, как город Красноярск. Ну, это предмет отдельного разговора и отдельной работы. Но то, что на это нельзя не обращать внимания, это для всех нас очевидно. А пока приходится приводить город в порядок и подсчитывать убытки. Глава региона подчеркнул, сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Примерно 8-10 мест требуют акцентированной работы по замене дорожного полотна, подсыпке грунта, переносе опор, вот как мы здесь видим. Ну, в каких-то, где большой объем работ, это займет текущую неделю. Где-то, в основном, мы сделаем эти работы за два дня, за сегодня и за завтра. Люди и техника на улицах города работают круглосуточно. Власти пообещали, скоро Красноярск примет свой прежний вид. Алина Штоколова, Павел Патрилицын. Новости. Синоптики Гидрометцентра России назвали Красноярский воскресный дождь тропическим. По словам специалистов, такая погода для Сибири нетипична, но подобное еще может повториться. Холодный фронт, который принес осадки, начал формироваться на территории страны еще в прошлую пятницу. Но наши специалисты такого дождя не ожидали. Екатерина Погорелова разбиралась, почему ливня не было ни в одном прогнозе. 36 часов не переставая шел дождь. 113 миллиметров осадков, полуторамесячная норма. Но, как оказалось, рекорд поставлен не был. В августе 1969 года выпало еще больше осадков. Спрогнозировать дожди наши синоптики не смогли. Сейчас за погодой в центральных и южных районах края следят 54 медиастанции. И в очередной раз стихия оказалась сильнее науки. Погода – это такое явление непредсказуемое. В данном случае оно оказалось именно таким для нас в какой-то степени. Конечно, мы себя полностью вину не снимаем с этой ситуации. Но все-таки пытаемся защититься тем, что это достаточно очень редкое явление. Оно наблюдалось у нас всего третий раз за всю историю наблюдений, которые ведутся у нас в Красноярске. При этом бы хотелось сказать, что нам бы не помешало наличие еще дополнительного оборудования, такого как метеорологический локатор, который, в общем-то, помог бы нам с какой-то определенной заблаговременностью выявить эти очаги сильных осадков, как и, впрочем, грозовых, которые летом у нас очень часто наблюдаются. Продолжительно сильные осадки именно так синоптики характеризуют вчерашний дождь. Принес нам холодный фронт из Хантамансийска. Формироваться он начал именно там, а над Красноярском стал малоподвижным. Этим объясняют, почему около полутора суток дождь не прекращался ни на минуту. По словам специалистов, подобное еще повторится. Если разобраться с первым этим ливнем, который был ночью воскресенья, 44 миллиметра, то такие явления в городе нередки. Ливни у нас бывают, характерные для них периоды, это июль-август, 30-40 миллиметров выпадают, если не раз в год, то раз в два года, где-то вот такая периодичность. Еще мы были близки к экстремальным значениям по суточным осадкам. То есть за вчерашние сутки, 24 часа выпало, 94 миллиметра осадков. Исторический максимум суточных осадков в городе также был в 1969 году, 96. Синоптики отмечают, что сейчас в нашей стране складывается новая тенденция. С каждым годом будет становиться все меньше нормальной погоды. Сильно засушливые периоды сменяются проливными дождями, сильным ветром и градом. В нашем регионе это лето уже можно назвать аномальным. Июнь был жарким, а вот июль и август мокрыми. А воскресный дождь и вовсе как в тропических странах. Именно вот такие осадки называются тропическими. Понятно, что ни резневая канализация, ни какие другие дренажные системы не ориентированы в Красноярске на такой сильный уровень. Вопрос естественный, будет ли повторяться такая ситуация. Вот большинство модельеров, я имею ввиду специалистов по моделированию климата, утверждают, что да, что количество опасных явлений, связанных как с интенсивными осадками, так и с периодами засушливой погоды, будет повторяться, будет увеличиваться. Тренд этот будет увеличиваться. А нормальная погода, повторяемость нормальной погоды будет уменьшаться. И уже сегодня в Красноярске резко изменилась погода. Вгольного солнца и немного потеплело. Холодный фронт ушел на восток. Ночью прошли сильные дожди в Канске, Уяре и Ербейском районе. В скором времени холодный фронт должен достигнуть Иркутской области. Но, как говорят специалисты, интенсивность осадок ослабевает. И в соседнем регионе таких дождей не будет. На этой неделе обещают дожди. Если прогноз сбудется, особенно много осадков выпадет в среду и в пятницу. Но их будет не столько, как в минувшее воскресенье. К выходным в Красноярск вновь вернется тепло. И ясное небо. Температура поднимется до плюс 24 градусов. Екатерина Погорелова, Павел Патылицын. Новости. На Таймыре начинаются военные учения. В Дудинку уже прибыли корабли с Северного флота. Как их встретили, расскажем далее. В прямом эфире новости мы продолжаем. Режим чрезвычайной ситуации, но уже не из-за дождей, а из-за маловодности Ангары объявлен в Кежемском, Богучанском, Несейском и Мотыгинском районах, а также в Лесосибирске. Такое решение приняло сегодня правительство региона. Суда уже с трудом проходят по Нижней Ангаре от створа Богучанской ГЭС до Устья. В связи с этим возникают сложности с доставкой грузов на Север и сплавом леса для деревообрабатывающих предприятий. Режим чрезвычайной ситуации позволит краевым властям принимать меры для сохранения нормального жизнеобеспечения районов края. По предварительным расчетам, чтобы перевести все грузы в полном объеме, навигация на Ангаре должна идти до 15 сентября. Но пока гидрологическая обстановка складывается для судоходства не лучшим образом. Сроки доставки грузов ограничены. Так называемый Северный завоз. Целый ряд предприятий, которые по своему масштабу и влиянию на положение дел в своих муниципалитетах являются де-факто городообразующими, начинают иметь проблемы в этой связи со своим технологическим процессом. В Лесосибирске минувшие ночи произошел серьезный пожар в городском доме культуры Маклаковский. За пару часов здание внутри выгорело практически полностью. Два года дом культуры находился на ремонте. За это время полностью восстановили цокольный этаж, заменили электропроводку, установили новую систему отопления. Также вставили пластиковые окна, оборудовали один из хореографических залов, в фойе сделали натяжной потолок. В 2015 году из краевого бюджета на ремонт было выделено 20 миллионов рублей. В прошлом году потребовалось дополнительные средства. Последние несколько месяцев здание пустовало, ремонт не проводился. По словам руководителей, заключались договоры на продолжение работ. Теперь дом культуры вновь в аварийном состоянии. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что установлено горит второй и третий этаж, и пламя уже выходило на кровли данного строения. Был объявлен повышенный ранг пожара номер два, и силы и средства натушения были привлечены по данному рангу. То есть от 20 человек личного состава и 8 единиц специальной техники. Причина пожара устанавливается. На место пожара была вызвана следственная оперативная группа. Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пожар повреждены. Получается второй этаж в фойе. Комнаты второго и третьего этажа закопчены. Произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажом. И пострадала стропивная система к крыше. В Дудинку прибыли корабли Северного флота России. Сегодня на Таймыре начались масштабные военные учения, в которых примут участие 2000 человек и 200 единиц техники. Подробности в следующем материале. Эскадры Северного флота. Семь военных кораблей у причала Дудинки. Первым пришвартовался большой противолодочный корабль «Североморск». Эта махина впечатляет. 163 метра в длину и 19 в ширину. Судно вооружено ракетно-торпедными установками. Также на борту 4 шестиствольных пулемета, 8 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» и реактивные бомбометные установки. Кроме того, корабль перевозит два вертолета, которые способны обнаружить и уничтожить подводные лодки противника на глубине до 500 метров. Служат на Североморске почти 300 человек. Я уверен, что учения, которые мы будем проводить в течение этого всего времени, покажут прежде всего и вашу огромную боевую подготовку и выучку. И самое главное, покажут единение, единство великой нашей страны, Российской Федерации. Впереди у военных масштабные учения. Сценарий не разглашается. Известно лишь, что они продлятся до 26 августа. В них примут участие 2000 человек. Это вдвое больше, чем в предыдущих тренировочных сборах. Гостей на причале встречают национальными танцами, хлебом, солью и строганиной. Самому сильному. Спасибо. Пожалуйста. Один из этапов учений будет проходить на объектах заполярного филиала Норникеля. Подразделения корпоративной защиты компании оказывают большое содействие Министерству обороны, ведь Арктика – регион активного экономического развития. Поэтому вполне естественно, что Норникель активно взаимодействует с оборонным ведомством. Успешная деятельность компании имеет стратегическое значение для экономической безопасности страны. Моряки со своей стороны подготовили для всех жителей Таймыра особую программу. Мы подготовили хорошую экскурсионную программу, то есть покажем, чем живет Северный флот, как походят службу моряки, ну и, соответственно, предоставим возможность познакомиться с бытом военных моряков. Такие экскурсии будут проходить ежедневно с 23 по 30 августа. В эти дни и сами североморцы посетят знаковые места Дудинки и Норильска. А еще на борту военного корабля самых молодых таймырцев примут в юнормейцы. Среди других задач – очистка арктических территорий силами военно-морского флота России. Своей целью Минобороны ставят сбор почти 4000 тонн металлолома. Помимо таймырских берегов военных направили на архипелаг Новая Земля, острова Врангеля, Котельный и Кельдин. Анна Московских по материалам телекомпании «Северный город». В Минусинске прошел День помидора. Сколько весит томат-победитель? Расскажем далее. Вы смотрите новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Жители южной столицы края Минусинска отметили сразу два праздника – День города и знаменитый на всю Россию День помидора. На торжество собралось более 10 тысяч гостей, в том числе и почетных. Удалось ли огородникам побить рекорд прошлых лет на самый большой помидор и какой приз получил победитель, расскажет Ольга Максюшина. Центральные улицы Минусинска буквально покраснели от огромного количества спелых, сочных томатов. Здесь развернулись ярмарочные проспекты, где представлено все богатство Минусинской земли. Участники выставки к делу подошли творчески. Как на празднике народ выставкой любуется, что, что дума, назовет помидорной улицей. Помидорные частушки, блюда и поделки из самых вкусных минусинских томатов. Каждый огородник постарался удивить гостей праздника оригинальным угощением – из местных овощей. Наталья Щербинина вырастила на своем участке более 150 сортов томатов российской и зарубежной селекции. Предпочтение все же отдает исконно местным – яблочным, бычьему и воловьему сердцу. Сами знаете, было экстремальное лето, и нам погода подпортила. Но мы люди стойкие, русские, поэтому мы, несмотря на погодные условия, все равно выше нос. Поклон земле нашей любимой сибирской и вперед за урожайами. Открыли торжество праздничным шествием. В этом году в нем приняли участие более тысячи человек. Карнавальная колонна двинулась по главной улице, где развернулись основные площадки праздника. Здесь гостей ожидала концертная программа и поздравления от руководителей города и края. Я желаю вам всяческих успехов. Я желаю, чтобы вы всегда верили в свои силы. Понимали, что все вместе мы преодолеем все трудности, сделаем нашу жизнь достойной и счастливой. Я всегда буду вместе с вами. Мы всегда будем вместе строить, вместе развивать этот город. В этом году День Помидора отмечают в 14-й раз. На площади небывалое количество гостей. Многие приехали, чтобы впрок закупить знаменитые минусинские томаты. Каждый смог найти для себя что-то интересное. Развлекательные, детские, спортивные и выставочные площадки работали весь день. День Помидора – особый праздник не только для минусинцев. От лица всего Минусинского района, жителей Минусинского района, разрешите поздравить наш любимый город Минусинск с Днём города, с праздником. Мы желаем нашему любимому городу процветания, счастья, любви и гармонии во всём. Кульминацией праздника стало награждение победителя конкурса в номинации «Минусинский чемпион». Этот титул присуждают за самый большой томат. Первое место завоевал Николай Щербинин. Вес его томата сорта «Яблочный» составил 1 килограмм 738 граммов. Чтобы побить рекорд прошлых лет, не хватило 400 граммов. Огороднику вручили главный приз – автомобиль. «Приучили нас родители и тренера к труду, поэтому высаживаем мы в этом году более 200 кустов помидор. Участок у нас не очень большой – 11 соток. Поэтому всё равно работать приходится. Так как я закончил с трудовой деятельностью в прошлом году, в марте месяце, у меня было время побольше заниматься огородничеством. Поэтому, наверное, такой результат получился». Вечером на главной сцене праздника перед жителями и гостями Минусинска выступила народная артистка России – Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». «Я только могу пожелать людям хорошего всегда настроения и никогда не обижаться ни на кого, это правда. А главное, что ни от кого ничего не требовать. Потому что сегодня, к сожалению, общество потребителей, все думают, что кто-то чего-то принесёт. Нет, мои дорогие, всё зависит от нас самих». Несмотря на дождь, в течение двух часов на главной сцене радовали своими вокальными и хореографическими номерами местные творческие коллективы и гости из Краснодара, Кемерово и Красноярска. Завершилось торжество праздничным фейерверком. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. В воскресенье в столицу края из Лос-Анджелеса прилетел победитель всемирных игр полицейских и пожарных красноярец Филипп Иванов. Он золотой медалист по дзюдо и по грэплингу – новому виду спортивного единоборства, который совмещает все бойцовские дисциплины. В аэропорту Емельянова его встречали родные и наша съёмочная группа. С подробностями Дина Володина. И чемпион! Ура! 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 Филипп Иванов не просто полицейский, он давно занимается профессиональным спортом – дзюдо. И имеет не одну награду. Молодой человек – мастер спорта международного класса, член сборной России, действующий обладатель Кубка России, призёр Кубка мира в Марокко 2016 года, призёр Кубка Европы в Испании 2012 года, бронзовый призёр чемпионата МВД России в 2017 году в Казани. И вот на всемирных играх полицейских и пожарных 2017 Филипп стал золотым медалистом под дзюдо и грэплингу. Это такой вид спортивного единоборства, который совмещает в себе разные борцовские дисциплины. Сам чемпион говорит, ехал на соревнования только побеждать. Прилетев в Красноярск, наш дзюдоист, несмотря на воскресный день и дождливую погоду, не остался сидеть дома. Он отправился практически сразу на тренировку в любимый спортивный клуб, где его, к слову, уже ждали юные дзюдоисты. В фитнес-центр «Довинчи» Филипп приезжает регулярно уже не один год. Именно здесь он тренируется и готовится к очередной победе. Поэтому, когда титулованного спортсмена попросили показать мальчишкам клуба мини-мастер-класс, он согласился сразу же. Филипп считает, что любовь к спорту нужно прививать с детства. И здесь на родителях лежит большая ответственность. Я бы хотел сказать их родителям, чтобы, несмотря на поведение ребёнка, а дети у нас, как правило, очень нестабильные, сегодня не хотят заниматься, завтра им что-то не понравилось, не хотят. Нужно в какой-то степени чуть-чуть надавить. Учитывая тех людей, которые здесь тренируют, они ещё меня тренировали, я знаю, через себя, как это было пройдено, что детям здесь будет комфортно. Они просто найдут, когда они будут видеть, что вот здесь приходят люди, что они побеждают, что это реально, что там никто ничем не отличается, у них нет четырёх рук, или они сверх какие-то мощные, сильные. Они просто сами будут к этому стремиться, и я думаю, ни одного чемпиона ещё для ничего растет. Специально для ребят Филипп продемонстрировал несколько спаррингов. Получилось зрелищно, и мальчишки, хоть и в меру своего возраста и опыта, но оценили мастерство чемпиона по достоинству. Наш штат профессиональных спортсменов позволяет разрабатывать методики подготовки, включающие в себя не только классические тренировки дидоистов, но также и методики из гимнастики. Специальные методики физической подготовки для единоборств наша команда, это все мы вместе росли, все наши тренера, мы готовы вкладывать, развивать детей. Очень много проводим межклубных соревнований, внутриклубных, ну и городских. Заниматься в клубе можно с четырёх лет. К изучению техник дзюдо, конечно, мальчишки приступят не раньше восьми. Но, как уверяют именитые спортсмены, мужской характер и дисциплинированность нужно постигать с самых ранних лет. И тогда впереди точно не одна золотая медаль. Дина Володина, Денис Тимошенко. Новости. В лагере территории инициативной молодёжи «Юниор» завершился проект телеканала «Инисей. Наши дети». Чему научились его участники, расскажем далее. В эфире новости. В лагере инициативной молодёжи «Юниор» завершился проект телеканала «Инисей. Наши дети». Напомню, 35 ребят из детских домов и приёмных семей края собрались для того, чтобы исполнить мечту – стать волонтёрами на универсиаде 2019. Они придумывали проекты и работали в команде, а после стояли на пьедестале с наградами. Но обо всём по порядку. Искренние улыбки, новые знакомства и старые друзья. В четвёртый раз проект «Наши дети» собрал десятки детей из детских домов и приёмных семей Красноярского края. В этом году участникам предстоит провести 9 дней на территории инициативной молодёжи «Юниор». Здесь всё по-современному. Не отряды, а тимы. Не вожатые, а тьютеры. «Тут есть программа определённая. То есть у нас есть песня на общий сбор. У нас есть какие-то свои фишки такие, хлопки. Мы будем слушать лекции, будем развлекаться, играть. У нас будут всякие интересные квесты». Главная цель телеканала «Имени реки» в этом году – повысить шансы участников проекта стать волонтёрами на Универсиаде-2019. Для этого мы пригласили лучших экспертов. Они дадут нашим детям мастер-классы, расскажут об истории всемирных игр, помогут перестать стесняться и по-настоящему поверить в себя. Доброе утро, встаём! Каждое свое утро новоиспечённые юниоровцы начинают с зарядки на свежем воздухе. После завтрака – общий сбор. В этом заезде приняли участие 366 ребят со всего края. Наш тим определился с названием «Быстром». Все дни дети гордо носили флаг с изображением нашего земляка Дмитрия Хворостовского. Спецпроект «Наши дети»! Мы приехали сюда с телеканалом Енисей, спецпроектом «Наши дети». Вот наша банда. Будем с вами общаться, знакомиться и, конечно, будем рассказывать об этом в своём эфире. Итак, работа закипела. Все участники проекта прошли несколько испытаний, чтобы выяснить, кто в их команде обладает задатками лидера, а кто – организатора, креатора или медийщика. Задача проста – прорекламировать обыкновенный ластик, гуашь и другие канцелярские принадлежности. Ну как же ей помочь? У меня есть скотч! На самом деле из всех прошедших команд это была самая такая запоминающаяся, самая яркая. Они абсолютно вообще оторвались от реальности, то есть они подошли к этому очень творчески. После такого мозгового штурма полагается сытный обед. Суп на горячее, овощи на второе, и наши ребята снова готовы к бою. На этот раз – к танцевальному. Практически каждый вечер наши дети готовили творческий номер. За каждую такую инициативу они получают баллы. Итоги будут подведены в конце проекта. Все ребята, и как бы я многих из них не знала, и мы смогли вместе как бы начать сплоченно работать. Все подружились. Для меня это тоже было очень важным и таким как бы что-то новым. Это было первый раз в моей жизни, чтобы я так хорошо со всеми начала общаться. Наши дети – это дружная семья, дружный коллектив и самое главное – сплоченность команды. Приятно. Когда тебя понимают с первого раза. Но когда садилось солнце, наступало волшебное время. Рецепт счастья от наших детей таков – зажгите свечу, соберите вокруг себя компанию хороших друзей и укутайтесь в плед. Тогда разговор по душам сразу заладится. А завтра – новый день, который непременно приблизит к мечте. Дарья Кабулянская, Константин Шубкин. Новости. При поддержке Красцветмета. Телеканал «Анисея» объединил любителей путешествий. Участники четырех наших масштабных проектов за несколько лет встретились на красноярских столбах. Жители края, которые ездили с нами в автопробеги в Крым, Алматы, на Северный Кавказ, а также ходили на теплоходе по Великой Сибирской реке, снова отправились в небольшое, правда, уже пешее путешествие по заповеднику. В общей сложности в наших проектах приняли участие уже около 60 человек. И многие из них с удовольствием приняли новое приглашение. Ведь больше всего они ценят новые впечатления и знакомства. А «Анисея» по их признанию действительно объединяет. Фактически я приобрела новую подругу благодаря проекту «Близкого человека по духу». Это уже пожить не будет. Вот до чего проект нас дало. Мы рады вообще всех видеть, всех проектов. Мы очень обрадовались. Так здорово, да, телекомпания, она объединила нас всех, не только наши проекты, а очень много проектов, которые были на телекомпании. Дай Бог вам всем удачи. Поедем дальше в следующий раз. На следующий год поедем тоже. Если куда-то сообразит «Анисея» поехать, непременно едем. К этому сейчас все. Сообщайте свои новости по телефону 236-01-36. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете – enisei.tv.